Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, красота, она застыла в витринах, в витринах магазинов, которые сейчас закрыты. Красота, она есть в природе, конечно же, есть в архитектуре. Я приветствую вас именно из Италии. Италия славится своей красотой во всем и своей любовью к красоте во всем. Сегодня вы увидите стрит-стайл. И, наверное, очень многие смогут убедиться в который раз и увидеть со стороны, что это очень важно, в какой период жизни мы живем и в каком обществе мы живем, какое настроение в этом обществе. Если сравнивать стрит-стайл, который я снимала полтора года тому назад, два года тому назад, вам может показаться, что я была не просто в других городах, что я была в другой стране и снимала других людей. Но очень многие мои постоянные зрители узнают моих героев и моих героинь, которых многие полюбили, многие знают по старым видео. Сейчас очень многие люди выглядят совершенно иначе. И я сама отношусь к тому количеству большинства, которые выглядят совершенно иначе. Я выгляжу в своей повседневной жизни гораздо-гораздо хуже, чем я выглядела, когда я была мамой двоих маленьких детей, один из которых был новорожденный. Габрышечка пошел в сад. Я отвозила в сад его каждое утро и забирала каждый вечер. И я выглядела очень хорошо, просто потому, что это была единственная моя возможность выйти в общество, выйти в свет. Сейчас же моя жизнь стала более простой, потому что мои дети подросли. А выгляжу я гораздо-гораздо хуже, потому что мы все живем в очень непростое время. Этот исторический период, безусловно, станет историческим. Мне был задан очень интересный вопрос по поводу эффекта фотошопа. Я часто его упоминаю, этот эффект фотошопа, и сама часто пользуюсь этим эффектом. В особенности, если я знаю, что сегодня я буду снимать разговорный контент, и вы увидите меня в кадре. Эффект фотошопа очень и очень прост. Он базируется на том, что когда какой-то цвет, который прилегает непосредственно к лицу, то есть это может быть слой одежды, это может быть аксессуар очень крупный, это может быть шейный платок или шарф, это может быть, внимание, верхняя одежда, потому что первый слой тогда будет неактивным, его будет не видно, либо видно мало. Идет нам настолько, что мы начинаем выглядеть лучше. И здесь внимание, чтобы определить свой цвет, который делает тебе эффект фотошопа, недостаточно просто однажды понять, что тебе идет красный, либо идет голубой, потому что все цвета могут иметь холодный подтон, либо теплый подтон. Как человек, который сталкивается с красками постоянно, я очень люблю рисовать. Я могу вам сказать, что невозможно на глаз, по крайней мере для большинства из нас, и для меня невозможно определить подтон. Только когда ты начинаешь прикладывать цвета друг к другу, поэтому я всегда говорю, что для того, чтобы составлять красивые цветовые образы, нужно просто брать вещи и прикладывать их друг к другу, юбку к кофте, блузу к брюкам. Вот только тогда мы сможем оценить, вот именно эти два цвета хорошо смотрятся, либо они смотрятся обычно. И вот так же с эффектом фотошопа. Вы не перепутаете этот эффект, если наденете, либо приложите к себе вещь. Обратите внимание, когда я снимаю свои видео, я очень часто прикладываю к себе вещи. Поскольку я всегда выбираю один и тот же фасон, в принципе, вещи мне можно и не мерить. Для меня нет какого-то открытия, потому что я знаю, какие вещи мне идут. А вот прикладываю я вещи, что называется, к себе регулярно, для того, чтобы понять прежде всего этот цвет, не будет ли меня портить. Для того, чтобы понять, украшает цвет или нет, делает ли он нам эффект фотошопа, то есть действительно глаза становятся более голубыми, черты лица более четкими. Я часто говорю, что брюнетка становится блогинкой, если ей очень хочется, и наоборот. Вот действительно с внешностью происходят изменения, как происходит при применении фотошопа. Нужно, внимание, идти на шоппинг, либо если вы представляете, что вы будете что-то покупать, что-то хотите покупать, не накрашенной и желательно, ну если уж не причесанной, но не позволяют определенные рамки, то с очень-очень простой прической. Возможно, с прической, которая вам не идет. Вот мне пучок не идет низкий, если я не сделаю специальный пробор. Вот нужно идти, скажем так, не очень красивой. И когда вы приложите к себе нужный цвет, который сделает вам эффект фотошопа, вы это сразу увидите. И здесь хочу вам рассказать еще об одном трюке. Трюке примерок. Никогда не выбирайте брюки, юбку, платье в обуви, хотя бы на небольшом каблуке. Вы всегда будете выглядеть лучше в обуви на каблуке. Силуэт вытянется, юбка сядет иначе, и брюки будут смотреться лучше. Вам важно выбрать такую вещь, которая даже когда вы стоите босиком, вас украшает. Поверьте мне, это возможно. Сначала кажется, что вещь тебе не очень идет, но каблучок наденешь, и все хорошо. Вот этого нужно избегать. Это как раз-таки ловушка шопинга. Очень часто нам в примерочную приносят, возможно, сейчас не во всех странах, но раньше это была распространенная практика, нам приносят обувь на каблуке специально, чтобы, если у нас есть сомнения покупать, не покупать, идет мне это платье, либо не очень, эти сомнения рассеялись. И вот если вещь нас украшает, и здесь речь идет о крое, о силуэте, вы будете выглядеть хорошо, даже если вы стоите босиком в примерочной передзеркало. Поэтому эффект фотошопа, его, с одной стороны, очень просто достичь. Нужно прикладывать к себе вещи. И если в данный момент вы накрашены при параде, нужно просто увидеть этот эффект. Повторюсь, если опыта у вас не очень много, вам будет проще этот эффект заметить, если вы не накрашены, и если у вас прическа, что называется, для вас, в вашем понимании, среднестатистическая. Если вы знаете, что вам идут локоны, не завивайте сегодня локоны. Если вы знаете, что вам идут выпрямленные волосы, не выпрямляйте их сегодня, если вы отправляетесь на шопинг. Повторюсь, заранее определить на глаз цвет, который будет нас украшать, крайне-крайне сложно. Это нужно обладать огромным опытом примерок. И это не всем нужно, иметь такой огромный опыт примерок, потому что для кого-то, как, например, для меня, это работа, и определенные вещи я уже вычисляю на глаз. А для кого-то работа совершенно другая профессия, которой он занимается. И примерки, они должны быть исключительно тогда, когда человек что-то собирается покупать. И повторюсь, на шопинг лучше идти одетым очень просто, удобно, и, соответственно, так же выглядеть, чтобы, когда ваша вещь вас найдет, либо вы нашли свою вещь, вы действительно смогли безошибочно ее определить. И, кстати, если вы будете пользоваться этими трюками, вы заметите, что все меньше и меньше вещей в вашем гардеробе тех, которые по какой-то причине не носятся. А очень часто эти вещи не носятся по той простой причине, что они вас не украшают, и вы это чувствуете. Очень часто не украшают вещи ни того цвета и ни того фасона. С фасоном, кстати, тоже нужно быть очень внимательными. Вы должны сразу на глаз определять зеркала, которые стройнят. И вы должны видеть свет, в котором вы лучше выглядите. Очень часто в магазинах устанавливается специальный свет, он теплый, и на лицо, и, соответственно, на одежду, не отбрасываются тени. Вы выглядите лучше. Это значит, что если вы увидели себя, проходя в примерочную, такой трюк, кстати, тоже часто применяется в зеркале, и там плохое освещение, оно может быть умышленно не комплементарным. А вы зашли в примерочную, вы красотка. Опять же, у вас может сложиться впечатление, что это потому, что вещь вам идет. Будьте внимательны к стройнящим зеркалам и к освещению, которое делает нас более красивыми. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я желаю всем хорошего настроения. Я желаю всем иметь каждодневное желание наряжаться. И, кстати, по поводу красного пальто. Возможно, мне стоило заснять, но действительно, в тот день, когда я пошла на рынок, это был, кстати, тот день, был сегодня, мне, когда стали отрезать лосось, принесли, специально открыли большую новую рыбу и спросили, какой кусок я хочу с середины, с хвоста, либо, соответственно, чуть ближе к голове. Что называется, хотите верьте, хотите нет, но действительно, многие из нас имели возможность убедиться на собственном опыте. Встречают по одежке. Не буду говорить, к сожалению, потому что на рынке трудно оценить наш эмоциональный мир и наше умственное развитие. Действительно, бывает очень удобно, когда встречают нас именно по одежке. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok